МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. Куда ушли деньги? По версии следствия, при очистке озера в Боровом чиновники договорились с руководителем подрядной организации о завышении суммы оплаты за выполненные работы. Безработица молодеет. Согласно официальной статистике, в республике почти 85 тысяч незанятых молодых людей. Партийный запрос. Действия на благо народа. Депутаты партии АКЖОЛ обсудили ряд проблемных вопросов. Уровень безработицы среди молодежи вырос. Согласно официальной статистике, в республике почти 85 тысяч незанятых молодых людей в возрасте от 15 до 28 лет. Хотя госпрограммы трудоустройства активно работают, как заявляют чиновники, этого оказывается недостаточно. Лидерами в этом плане являются восточные и южные области Казахстана. О причинах и следствиях безработицы наш корреспондент. Именно на молодежь делают ставку, как основной двигатель экономики. Однако, судя по последним данным, в республике много безработных молодых людей. Год назад, во время провозглашения Года молодежи, Ельбаса отметил, что необходимо принять эффективные меры для ежегодного сокращения незанятых. Тогда было поручено создать фонд молодежных стартапов. Работы в Казахстане хватает, но не хватает профессий. Когда у тебя нет никакой профессии, приходишь устраиваться на работу, допустим. Здесь стройка идет по всему Казахстану. Тебе какую работу дадут? Метелку дадут. Подметай. Кирпичи принеси, отнеси. Ну и мизерные зарплаты это. То есть вопрос профессии. Поэтому, когда я говорил первую рабочую профессию молодому человеку дать, это ключевой вопрос, приоритет. То есть мы говорим, бесплатно этому молодому человеку обучить и дать профессию. Кстати, согласно данным комитета по статистике, зарплаты в разрезе регионов имеют большой разрыв и разницу. Например, в Атараусской области самая высокая зарплата – 7 миллионов 764 тысяч тенге в месяц. Самая низкая – 43 700. В Западно-Казахстанской области – 6 миллионов 266 тысяч тенге против 44 тысяч 400 тенге. В столице самая высокая зарплата – это 4 миллиона 77 тысяч 765, а самый низкий оклад – это 43 тысячи 300 тенге. Перечисленные зарплаты с шестью нулями у руководителей производств и узких IT-специалистов. Низкий у рядовых сотрудников, рабочих, и чтобы молодежи достигнуть такого уровня, нужно получить хорошее образование. Еще не помешает опыт выбранной профессии, говорят специалисты. Между тем, вся надежда у властей на предпринимателей, которые открывают новые рабочие места и создают новые объекты, говорят о кимы, в регионах. Благодаря развитию бизнеса в области создано 32,5 тысячи новых рабочих мест. Средняя заработная плата по области выросла на 18%, составляет 173 тысячи тенге. В рамках программы ЕМБЕК трудоустроены на свободной вакансии 37 тысяч 900 человек или 95% от плана. Специально для помощи безработным самозанятым были созданы по области 11 пунктов трудоустройства и 13 мобильных пунктов, выезжающих в отдаленные районы. Если учесть, что почти 40% неработающих имеют высшее образование, то правильнее было бы учить их самым нужным и полезным навыкам. Иными словами, со школьной скамьи готовить к взрослой и трудовой жизни, уверены эксперты. Гульнару Марва, Олег Писаренко, Александр Горабрев, ТДК 42. Адвокаты экс-вице-министров энергетики заявили в суде, что ущерба не было. Напомним, на очистку озера в Боровом выделили из бюджета рекордные 7,5 миллиарда тенге. По мнению адвокатов, для очистки была выбрана немецкая технология, на которую требовались большие траты. А по версии следствия, чиновники договорились с руководителем подрядной организации о завышении суммы оплаты за выполненные работы. В столице судят сразу двух бывших вице-министров энергетики. Бахчана Жахсалиева и Ганис Адвекова подозревают в хищении. По версии следствия, вице-министры присвоили бюджетные деньги, предназначенные на очистку озера Харасу в Щучинско-Боровской курортной зоне. Жахсалиев якобы нанес урон государству на 740 миллионов тенге. Заведомо зная, что объемы выполненных работ завышены в 30 раз, Жахсалиев незаконно подписал акты, уверена сторона обвинения. В 2015 году координатным программом по очистке озер в Щучинско-Боровской зоне являлся вице-министр энергетики Жахсалиев, который лично контролирует ход этих работ. В этот же период, сентября-актября 2015 года, компания Аймак-ИК были произведены первоначальные работы по очистке озер, в ходе которых на ее счета перечислено 863 миллиона тенге. Установлено, что в районе договора госзакупок Жахсалиева были подписаны фиктивные акты выполненных работ, где объем изъятых илловых отложений с озера более 30 раз превышал фактический объем. Согласно заключению аудитовской проверки, на счет ТО Аймак-ИК было незаконно перечислено 747 миллиона тенге. В соответствии с результатом строительной экспертизы, работы по очистке водоема в 2015 году не выполнено на сумму 746 миллиона тенге. Однако, по словам адвокатов, доказательств в этом деле просто нет. Сегодня обвинение строится вокруг понятия о целесообразности проекта в целом из-за его дороговизны. По мнению следствия, должностные лица Минэнерго не предприняли мир для его удешевления. Следовательно, по их логике, там, где много тратится средств, воруют. Согласитесь, примитивная логика, говорят адвокаты. Да, проект дорогостоящий, затратный, но при его реализации применяются самые передовые технологии и оборудование, в том числе импортное, утверждает защита. А главное, ущерба в этом деле нет, а значит, суда вообще не должно быть. Если у нас уважаемый представитель потерпевшего настаивает в истории процесса о том, что претензий они никаких в материальном плане не имеют, ущерб им не причинен. Более того, когда допрашивался представитель Министерства энергетики, господин Махметров, я специалист в сфере бюджетной программы, он точно так же, я повторюсь, сказал, значит, каких-либо документов, значит, финансовых документов, подтверждающих причинение Министерства энергетики, значит, материального ущерба, не прослеживается в документах, не прослеживается. И что он никаких финансовых документов, подтверждающих причинение материального ущерба Министерства энергетики, не готовил. В связи с этим сейчас у нас просто из пустого порожнего разговор идет, если нет материального ущерба, какое может быть уголовное дело. По версии следствия, второй экс-вице-министр Садибеков якобы получил нелегальный миллиард тенге. По подписанным Садибековым фиктивным актам Министерством энергетики в 2017 году оплачены завышенные объемы выполненных работ на сумму 3,6 миллиарда тенге. Из этой суммы обналичено и похищено более миллиарда тенге, которые обнаружены и изъяты в ходе обысковых мероприятий, так утверждает следствие. Получается, что в обоих случаях идет речь об очистке озера, но период завершения преступлений разный. Помимо экс-вице-министров по этому делу проходит еще 6 человек, но пока вина всех этих людей не доказана. Бауржанше Ахмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. В стоматологии доктор Бро проигнорировала приказ министра здравоохранения, что некоторые виды аллергопроб должны производиться бесплатно. Об этом на брифинге в столице рассказала глава комитета Минздрава Людмила Бюрабекова. Напомним, двухлетняя девочка впала в кому после похода с мамой к стоматологу. Во время общей анестезии ребенку необоснованно была проведена еще и местная анестезия, которая противопоказана детям до 4 лет. Состояние впавшей в кому девочки остается стабильно тяжелой. То есть изменений не было. Ребенок находится на искусственной вентиляции легких. После проверки комитета стоматологии доктор Бро были найдены серьезные нарушения. На сегодня медучреждением занимаются уже полицейские столицы. После кому девочки столицы стоматологи не будет делать наркозы. Об этом сообщила глава комитета Людмила Бюрабекова. Проверку мы проводим. Все выявленные нарушения мы передаем в департамент внутренних дел. Они уже дают правовую оценку и принимают меры. То есть в данном случае была безлицензионная деятельность. Отсутствовал сертификат специалиста. Врача оштрафовали. Наложен административный штраф. Точно так же и на клинику. И сейчас клиника самостоятельно сдает лицензию на анестезиологию и реаниматологию. И больше пока в настоящее время не будет оказывать услуги под наркозом для пациентов. Оказывается, после общей анестезии ребенку необоснованно была проведена еще и местная анестезия. Причем один из препаратов был запрещен детям до 4 лет. Также ребенка плохо обследовали перед сложной операцией в стоматологии. Осматривали ребенка всего лишь 15 минут до введения всех препаратов. Тогда как по-хорошему должны были это сделать за сутки. Кроме того, было отмечено, что ребенку не провели аллергопробы. По словам Юра Бековой, стоматология проигнорировала приказ министра. В этом случае, когда мы говорим, что не была проведена аллергопроба, то берется конкретный препарат, допустим, абистезин, который применялся, и проводится проба, есть ли реакция у ребенка или у человека взрослого на данный препарат. А есть еще аллергопробы, которые проводятся в специализированных аллергических центрах, на непосредственно уже пыльцу, либо пыль, либо еще что-то. Это разные вещи. То есть вот этот вот тест, который нужно было сделать в условиях стоматологии, он абсолютно бесплатный. И просто не учли факт того, что есть приказ министра, где мы обязываем по некоторым наименованиям лекарственных средств в обязательном порядке проводить аллергопробы. Девочка двух с половиной лет, в коме уже 17 дней. Минздрав намерен приостановить деятельность частной стоматологической клиники «Доктор Бро». Но на это уйдет время. Причем ЧП здесь было уже не первый раз. И только теперь Минздрав намерен проверить все стоматологии. Бауржанша Ахмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Вице-министр здравоохранения Казахстана посетил уральские медицинские учреждения. Олжас Абишев поинтересовался, как в Западно-Казахстанской области внедряется обязательное медицинское страхование и есть ли проблемы в этой сфере. Во время визита в 4-ю городскую поликлинику вице-министр здравоохранения Республики Олжас Абишев лично проверил работу электронной системы медицинского страхования по своим данным. Он поинтересовался, насколько быстро и точно гражданин может узнать свой статус. Также вице-министру стало интересно, насколько защищены личные данные пациента, если они были занесены в базу экстренно, без предъявления удостоверения личности пациента. Под именем Мусиного Армана, вы три дня пролечили, я документы не предоставил, вы просите меня, как бы, ну, стабилизировали, я ухожу. Но эта запись попадает в его кабинет. Мусину попадает? Попадает, попадает. Потому что оформлено Мусиного Армана. А такие случаи уже появляются у нас. Когда человек говорит, говорит, звонит к нам, говорит, ребят, я в Костанайе не лечился. В кожно-венерологическом диспансере вице-министру сообщили, что с 1 января пациентов здесь принимают без направления с территориальной поликлиники. Медики заявили о возможности получения части медикаментов бесплатно. При этом рассказали и о проблемных вопросах, возникающих в рамках медицинского страхования. На залоге сифилис программа определяет через платежную систему в пакете ОСМС. Хотя сифилис, как представляющая опасность, должно в гомбе сидеть. Этот вопрос поставили. Центральный аппарат в течение кратчайшего срока обещал исправить. Напомним, с 1 января текущего года программа обязательного медицинского страхования официально действует на территории Казахстана. Застрахованные, делающие ежемесячные отчисления в фонд страхования граждане после назначения врача, могут получить ряд медицинских услуг на бесплатной основе. В перечень входят такие процедуры, как компьютерная томография, МРТ, а также дорогостоящие препараты и операции. Марина Горбук, Монарбек Кушалиев, Рустам Джумашев, ТДК-42. Продолжаем выпуск. По 300 тысяч тенге получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в ходе заседания, на котором обсуждалось проведение всех юбилейных дат в текущем году, включая празднование 175-летия Абая и столетия Жубана Молдогалиева. Выплаты начнутся уже с 1 марта. Какие еще изменения произойдут, расскажет наш корреспондент. К памятным и юбилейным датам принято готовиться заранее, чтобы все прошло как по маслу. По распоряжению главы региона Галии Скалиева уже созданы специальные комиссии, а также разработаны проекты по подготовке мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы. По традиции будет организована акция «Бессмертный полк», театрализованные представления и возложение цветов к памятникам героев Великой Отечественной войны и к Вечному огню. Кроме этого, все, кто причастен к победе в Великой Отечественной войне, получат денежное вознаграждение. Из городского и районных бюджетов участникам инвалидов ФОВ будет оказана единовременная материальная помощь в размере 300 тысяч тенге, для узников концлагерей по 100 тысяч тенге, блокадникам Ленинграда по 60 тысяч тенге, ветеранам тыла по 30 тысяч тенге. До апреля текущего года власти намерены завершить все ремонтные работы, памятников и мемориальных досок, посвященных участникам войны. Кроме этого, будет проведена реконструкция на Площади Победы. Планируется выпустить книги и брошюры, а также энциклопедию, в которой опишут вклад жителей области в победу. Стоит отметить, что на сегодняшний день в области проживают всего 65 участников Великой Отечественной войны. Их посещают медсестры и социальные работники, которые следят за состоянием здоровья. Всем им будет оказываться необходимая социальная помощь, материальная помощь, в целях оказания социальной поддержки и обеспечения медицинским обслуживанием в городе Уральский районах области органами социального обеспечения и здравоохранения организованы ежедневный мониторинг состояния здоровья и потребностей ветеранов войны. По инициативе областного управления здравоохранения медицинскими работниками организовано посещение ветеранов на дому три раза в неделю. Кроме того, в целях оказания скорой медицинской помощи все ветераны войны оснащены сигнальными медицинскими кнопками «Умержола». В районах и областных центрах власти планируют переименовать часть улиц. Так, в Уральске улица Алмазова совсем скоро будет носить имя Героя Советского Союза Хиоас Доспановый. А вот экс-директор военно-технической школы Куспан Мукатаев предложил носить живые цветы к памятникам героев, как это делают школьники на местах, где погибли Маншук Маметова и Алия Молдогулова. Также было предложено открыть музей под открытым небом. Я с 1991 года собирал музейные экспонаты в обл. воинкомате, потом перенес в свою техническую школу. У меня 17 бюстов деятелей культуры, деятелей герои, генералы и так далее. Они у меня сейчас есть. Но я задался целью к 75-летию победы создать еще дополнительно музей под открытым небом. Идею с музеем участники встречи и глава региона поддержали, и необходимая помощь будет оказана. В завершении встречи участники также обсудили празднование и других юбилейных дат, которые пройдут не менее торжественно. Олег Великий, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Депутаты от партии Акжол встретились за одним столом, чтобы обсудить все проблемные вопросы, которые касаются бизнесменов и общества в целом. Совещание проходило больше двух часов. За это время члены партии успели также обсудить проект закона о парламентской оппозиции и поговорить о проделанной работе областного совета. Какие еще темы затронули партийцы и как они решают все проблемные вопросы, расскажем прямо сейчас. Западно-казахстанский филиал партии Акжол является очень активным. Регулярно партийцы вносят свои предложения в адрес правительства, которые со временем принимаются и реализуются. Один из примеров – это запрос депутатов с предложением разработать мобильную версию портала электронных закупок, чтобы предпринимателям было удобнее. Сейчас этот вопрос держится на контроле. Кроме этого, депутаты поднимают и другие проблемы, связанные с земельными участками, банковским мошенничеством и другие. Партийцы даже коснулись вопроса списания абонентской платы сотовыми операторами. У сотовых операторов были некоторые моменты, когда они начали списывать абонентскую плату не раз в месяц, а только 28 дней, то есть в 4 недели раз. И более того, там уже было принято решение, отменили это. То, что городу семьи придадут особый статус, также заслуга депутатов от партии «Акжол». Предложение бурно обсуждалось. Люди этого давно ждали, тем более, что сам по себе, допустим, в последнем запросе по семье, там не стоялся вопрос о воссоздании Семь-Палатинской области. Там именно Азат-Убекши подошел с того, что оттуда начиналось историческое развитие, будем так говорить, Казахстана. В ходе этой встречи был затронут один из самых актуальных вопросов. Член областного совета партии Сайлау Хамитович утверждает, что в нашей западно-казахстанской области к афганцам, чернобыльцам и семипалатинцам, которые, согласно постановлению правительства, были приравнены к участникам Великой Отечественной войны, совершенно иное отношение. Никаких льгот и скидок нет. Для примеров, Алматы, если показать подтверждающий документ, даже в супермаркетах сделают скидку на продукты. И проезд в автобусе будет бесплатным. В Уральске такое удостоверение ничего не значит и никаких привилегий не дает. Казахстан Кеменович, он четко раз говорит, господа, от кого зависит, не ущемляйте права при социальной защите, социальной нуждающейся. А у нас получается, что закон, который подписан первым президентом Ельбасы, она во всех регионах абсолютно не осуществляется. Партия работает стабильно и на совесть. Ее деятельность достаточно разносторонняя. Члены партии всегда принимают участие в благотворительных мероприятиях и оказывают помощь социально уязвимым слоям населения. В завершение встречи депутаты были награждены медалями к 25-летию образования маслехата. Олег Великий, Мирбулат Жигапаров, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Незаконный игорный бизнес выявлен в селе Западноказахстанской области. Как сообщили в прокуратуре, мужчина, являясь руководителем букмекерской конторы, организовал в одном из кафе поселка Жангала Жангалинского района незаконный игорный бизнес, который продолжал действовать с декабря 2017 по март 2019 года. Тем самым мужчина получил нелегальный доход в размере почти 5 миллионов тенге. Приговором районного суда он осужден по статье «Организация незаконного игорного бизнеса с назначением штрафа в размере 1 миллиона тенге и конфискации имущества». В прокуратуре Жангалинского района в ходе анализа выявлен факт организации незаконного игорного бизнеса в поселке Жангала в кафе Бозбаев. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями департаментом экономического расследования факт подтвердился. В Уральске сгорел автомобиль. Согласно информации, предоставленной специалистами департамента по чрезвычайным ситуациям области, возгорание моторного отсека автомобиля «Фольксваген Пассад» произошло 11 января в 18.30 по адресу Мясокомбинат 16. На место сразу же прибыли пожарные. С огнем боролись 6 человек личного состава и 1 единица техники служб пожаротушения. Пламя было потушено спустя полчаса. Жертв и пострадавших нет. Причина – ущерб устанавливается. Стоит отметить, что основными причинами возникновения пожара на автотранспорте является неисправное техническое состояние автомашины. В завершении выпуска коротко о погоде. 14 января Западноказахстанская область будет находиться под влиянием теплых фронтов Атлантического циклона. В связи с этим в ночь с 13 на 14 января ожидается снег, туман, метель, гололед и понижение температуры воздуха. По многолетним данным, самым холодным 14 января было в 1972 году. Тогда температура воздуха составила 33 градуса ниже нуля. А 14 января 1993 года зафиксировано самым теплым. В тот день столбики термометров опустились до отметки полтора градуса выше нуля. Ветер западный, 9-14 метров в секунду. Ночью местами порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура ночью 2,7 мороза. Днем от нуля до пяти мороза. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. Ищите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. Для вас работает информационная служба новостей телеканала ТДК-42. Мы всегда рядом. Субтитры предоставил DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok